Мы начали войну. 24 февраля все средства массовой информации, пропаганды и большинство населения России слились в едином неистовом порыве. С упоением рассказывая друг другу, с экранов телевизора, в метро, на работе, по телефону и на домашних кухнях, как могучая российская армия, под чутким руководством главнокомандующего Шойгу и верховного вождя Путина, за три дня возьмет Киев. Как за первые часы так называемой спецоперации, массированными ракетными и авиаударами, были уничтожены все системы украинской противовоздушной обороны, взорваны склады с боекомплектами и выведены из строя объекты военной инфраструктуры. В те часы россияне, что поддерживали вторжение в Украину, просто визжали от удовольствия. Влажные фантазии населения, что грезило своим величием, начал воплощать их верховный главнокомандующий. Однако уже через несколько дней, когда российская армия потерпела первое существенное поражение под Киевом, Черниговом, Сумами и Харьковом, когда украинский народ в большинстве своем стал на защиту государства, тогда Путину пришлось обратиться к украинской армии с призывом свернуть власть в Киеве и сдать ему страну. Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Наверняка тогда он верил, что украинцы такие же бесхребетные, как и россияне, забыв о том, что у них свобода зашита в ДНК. Те поражения на фронтах и то обращение стали первыми гвоздями в крышке гроба Путина и его системы. За полгода войны в Украине, по данным украинского генерального штаба, только российских солдат и офицеров, состоящих в рядах российской армии, погибло более 50 тысяч. Это без учета погибших россиян в составе ЧВК, Росгвардии, а также так называемых народных милиций из ЛДНР. Помимо живой силы, Россия потеряла огромное количество военной техники, как уничтоженной, так и перешедшей под контроль ВСУ. Что потребовало от руководства России, а именно Путина лично, просить у третьих стран, зачастую мировых изгоев, таких как Иран и Северная Корея, помощи с вооружением и боеприпасами. Ведь все могущество российской армии оказалось ложью. Хотя даже спустя полгода в России все еще остаются люди, которые верят в непобедимость армии РФ. Однако ни ударные дроны Ирана, ни китайские и севернокорейские поставки техники и снарядов не смогли помочь России избежать огромного военного поражения под Харьковом. Это поражение стало роковым, которое в значительной степени ускорило ряд событий как в самом Кремле, так и в его окрестностях. Ведущие пропагандисты Кремля уже открыто в своих эфирах начали говорить о предателях в российской армии. Их подпевалы, которые считают себя идеологами современного российского реваншизма, которые, проще говоря, во всем мире именуются расшизмом, тоже не отстают. Системные какие-то, может быть, разборки, в том числе и внутри Министерства обороны, Генерального штаба и прочих инстанций, потому что за последние полгода они показали, что они нуждаются в серьезной разборке. Причем это не важно, это не зависит от того, с кем мы воюем. С Украиной или завтра на нас нападут папуасы, или послезавтра мы все марсиане. Мы увидели, что вот эта, что называется, стратегия пиаровых вооруженных сил с танковыми биатлонами и всем прочим привела нас к серьезному кризису. Ох, какая критика Министерства обороны от Егора Холмогорова, сотрудника Rush Today. И в свете динамичности событий, чувствуя себя пассажиром лифта, что сорвался и летит вниз, даже главный бесогон Михалков начал говорить о предателях. И не о простых, а о главных. В самом Кремле. Кремле, которое набило уже оскомину, что в случае перехода красных линий мы нанесем удар по центру принятия решений. И возникает вопрос, если действительно исполнится эта угроза, а не получится ли так, что этот удар придется в соседний кабинет, где принимаются эти решения? Это как в старой прокурорской шутке, что при расследовании дела самое главное не выйти на самого себя. И то, что ветер перемен превращается в неудержимый ураган, тайфун, который будет сметать все на своем пути, извечные приспособленцы и служители престола чувствуют, как никто лучше. На днях в телеграм-канале «ГУЛАГУ НЕТ» было опубликовано письмо от якобы действующего сотрудника ФСБ, данные от которого регулярно впоследствии подтверждались. В письме сообщается, что в связи с обстановкой на фронтах Украины, падением экономики и, соответственно, уровнем жизни граждан, неспособности России ничего противопоставить западным санкциям, кроме как пропаганды для внутреннего населения, власть чувствует, что под ней начинает шататься престол. В армии генералитет не желает воевать и нарастает негодование. И на фоне этого начинает восходить звезда Евгения Пригожина, который формирует свою собственную армию из людей безнравственных ориентиров и которые готовы выполнять любые его приказы. Исходя из этого, как сообщается в письме, ряд высоких чинов ФСБ уже пытаются наладить контакт с Пригожиным и его структурами. Другие же занимают выжидательную позицию. Но нет никого, кто бы сейчас пытался противостоять его растущему авторитету. Также в письме отмечается, что по оценкам, уровень опасности и угрозы для государственности России от того же Кадырова куда ниже, так как он, как и вся российская армия, в последние годы занимались лишь созданием видимости грозной силы, а по факту оказались лишь макетами и мишурой. И таким образом, в скором времени смещения власти в Кремле силовым путем, скорее всего, будет проводить им на Пригожин. Человек с манией величия и огромным тщеславием. Слова, что представлены в телеграм-канале «ГУЛАГуне», косвенно подтверждает Игорь Гиркин-Стрелков. Человек, развязавший войну в Украине в 2014-м, будучи действующим сотрудником ФСБ. В одном из последних своих заявлений он открыто начал прогнозировать конец Путина. Из его слов очевидно, что этот конец весьма близок, и он явно не такой, каким его себе видит сам Путин. Все революции свершаются в столице. Вы знаете более либеральные городишки, чем Москва и Санкт-Петербург? Ну, раз что Екатеринбург еще. Но еще Новосибирск, но уже не так. Здесь будут революции. Здесь будут и смуты, и перевороты, когда они начнутся. Именно поэтому я уверен, что в случае поражения Российской Федерации окончательно промахнувшейся и растерявшейся Акела или повторить судьбу Павла Петровича, или скорее нет, потому что все-таки свой, все-таки, как говорится, или будет повторить судьбу Милошевича. Хотя, опять же, вариант с Саддамом Хусейновичем и... Более вероятным. Когда и Каддафи, Муаммара, он тоже не исключен. Тоже. К сожалению, не надо это самое, Вадима Вадимовича, испытывать иллюзии. Не факт, что он не будет показательно... У насекомлен не так, как сдавшийся Милошевич. Каддафи, который...